Первое. Областное радио. Фильм этот, наверное, три года назад я начал снимать. Вот, «Река моего детства». И, значит, в течение... Ну, знаком с Юлией, намного, конечно, раньше был. Где-то в 2011 году, по-моему, вот так. Я хотел сделать фильм о реке моего детства, об Ине. Я, поскольку родился здесь, в Новосибирске, всю жизнь здесь живу. Вот, люблю свою природу родную. И она меня очень вдохновляет, это «Река Иня». Вот. И, значит, собирал различный материал. И вот узнал, что есть люди, которые занимаются экологией на издреву. Издрева – это речка, еще меньше, чем Иня. Она впадает в Иню. Право притока. И, значит, там познакомился с Юлей. И, значит, с деятельностью волонтеров, экологов, которые пытались как-то там заниматься экологической деятельностью, сделали охраняемую территорию и убирали мусор. То есть, и тогда было, вот, этим был вдохновлен. Сделал сначала один фильм, который назывался «Белая тайга из древой», который вот мы делали совместно. И в фильме больше рассказывает, скажем так, о природе и о, значит, научном значении, наверное, этого всего. Ну и о деятельности волонтеров. Ну, а потом я понял, что надо снять о Юле, потому что… Надо бы погромче, правда? Да, погромче, потому что Юле, это вокруг нее, так сказать, все это вертится. И без нее бы, наверное, этих положительных сдвигов в проблемах, значит, экологии рек наших, наверное, не было бы. Ну, давайте, а не тогда поподробнее об этом. А Юля, что не так со с древой? Что там происходит? Ну, на эту реку мы пришли в 2002 году, то есть очень-очень давно. И, то есть, эта река действительно моего детства, вот. И я ее в своих детских представлениях, ну, как бы, хорошо очень помню. Вообще, когда-то мне казалось, что эта река, там, вообще бежит чуть ли не с каких-то высоких гор. Но это действительно было так, мне так думалось. Вот, пока мы, как бы, пока я не попала в экологическую организацию и не выбрала своим проектом, своей деятельностью вот эту реку, о которой я всю жизнь... А вот давайте сразу поступенчато. Что, значит, попало в эту организацию? Как получилось? Какой-то момент в жизни, да, произошел? Какая-то история? Я всю жизнь хотела заниматься охраной природы. Я пошла в Сипстрин на инженерно-экологическую специальность. Ну, там от экологии было единственное, что мы высчитывали высоту трубы для того, чтобы Россия не попадала подальше. То есть, ну, вот, это примерно все, что... Да, мне хотелось совсем другого. Когда я закончила вуз, я поняла, что поработала я в энергосбытии год. Поняла, что, ну, совсем не то. И пошла, значит, отправилась я в НГУ, подумала, что, может быть, мне нужно какое-то второе образование экологическое. На меня там ректор тогда посмотрел, посмотрел, говорит, у нас есть экологический клуб НГУ, может быть, тебе туда сначала сходить? Может, тебе не нужно второе образование? Ну, в общем, я там так и осела. Тоже там целая история, когда на меня посмотрели, дали справочник экологических организаций, и говорит, может быть, тебе не к нам, потому что там... Да, да, да. Ну, и я через какое-то время вернулась, сказала, нет, мне к вам. Ну, то есть, тоже с дозиметром побегала в свое время по НЗХКшному, вот этому хвостохранилищу. Ну, и вернулась вот в этот Сибирский экологический центр. Ну, сейчас этой организации нет, но все люди, которые в ней работали, они продолжают работать. Мы сейчас, как инициативная группа, поможем реке из Древа и выступаем. Вот, а сама работа ведется с 2002 года. Ну, то есть, такими же молодыми, как многие, как многое молодежь, отправились мы изучать эту реку. И действительно, когда мы по ней полностью проехались, мы поняли, что большущее количество свалок, огромное количество дачных обществ. Верховья из Древой, у нас есть, кстати, своя легенда, мы ее популяризируем, хотя она, ну, то есть, это не так. Из Древая, вытекающая из Древа я. И мы действительно ходили, искали с ребятами, мы очень плотно работали с ребятами местными, местных населенных пунктов, и искали вот этот приток, действительно, в смысле исток. Действительно, исток это такая болотистая экосистема, и, в принципе, найти деревья, из-под которых выбегают ручьи, достаточно легко. Ну, и вот, собственно, из Древая, нам кажется, очень оправдывает свое название. Юль, чья это зона ответственности? Вы же наверняка вникали в этот вопрос. Ну, там, там же совокупность, то есть, это вообще территориальная администрация Новосибирского района с Верховьями в Машковском районе, соответственно, несколько сельсоветов, Плотниковский, Новолуговской, Роздонинский сельсоветы, ну, и сельсовет Сокурский в Машковском районе. Какие-то официальные обращения формулировали или просто сами взяли в руки ситуацию и начали пытаться и выбраться? Ой, мы очень, первый год мы очень плотно пытались работать с властями, и, ну, то есть, вообще казалось, что вот есть законы, есть люди, которые должны их исполнять, а вот есть, там, правоохранительные всякие разные, там, органы, которые должны, собственно, все это сращивать. Ну, и казалось, что мы сейчас всех тут быстренько, как бы, сростим, если они еще до сих пор не срослись, и все будет работать. Через год у нас вообще была депрессия. Ответы были официальные или игнорировали? Да нет, конечно, там, ну, много что было, и выезжали. Отписки были общие в основном или конкретно что-то поступало? Нет, ну, мы начали, например, с мусора. То есть мы вообще, на самом деле, поначалу собрали всех председателей, нашли их долго. Началось все с того, что мы не могли в администрации получить контакты всех председателей, ну, это на тот момент, сейчас как раз, конечно же, все немного по-другому, но это почти 20 лет назад было. Вот, и, соответственно, мы их, как бы, нашли, собрали и сказали, ребят, будем жить по-другому. Вот, подготовили законодательство лесное, вот, водное. Тогда еще были запреты некоторые в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах. А они куда-то исчезли? Ну, да, со сменой водного кодекса уже лет 15, как, или 10, наверное, минимум. Да, то есть там были действительно более жесткие запреты водоохранки в прибрежной защитной полосе. Сейчас там, там было даже вплоть до запрещения строительства, сейчас этого все нету. То есть там есть некоторые определенные ограничения, но они, конечно, там такие... Удаленность от реки, да, вот это же все в силе? У нас есть по законодательству, что только 20 метров, это зона свободного доступа. То есть любой гражданин Российской Федерации может иметь свободный доступ к водному объекту вот в этих 20-метровой вот этой зоне. Ну, соответственно, из Древой очень много дачных обществ, попадающих в этот 20 метров, и поэтому нам, когда очень часто нужно прийти к реке, ну, мы не на пролом, конечно, через дачные участки, то есть народ достаточно давно нас знает уже и пропускает. Только пропускает или помогает? Не, помогает. У нас в этом году, вот уже теперь в этом, 20-м году, будет 10-й юбилейный волонтерский экологический лагерь на Издревой. И действительно там очень плотно, когда мы работаем на месте, уже на местах, там ходим, убираем, чистим, вот, народ действительно активен. Но это тоже нужно долго рассказывать. То есть когда мы, ну, как бы всем председателям... Посмотрите кино, вы увидите многое. А мы вернемся к нему обязательно. Вот, то есть, да, то есть мы когда собирали всех председателей, мы наметили субботники. То есть все началось с того, что мы начали чистить территорию. Причем мы приходили на ту территорию к тем дачникам, которые готовы были в свою строку вкладывать бюджетную строку, ну, как бы строку на регулярный вывоз, потому что нет смысла убирать, если там будет. Мусора было очень много, очень. Тогда, конечно, не шел разговор о раздельном сборе, сейчас без этого нет субботников. А раньше это, конечно, была задача просто вот этот СИФ, извините за выражение, которого было, ну, просто безумно очень много, действительно, и убрать. И мы парламерно, там, общество за обществом двигались, и, как бы, вот сейчас в рамках волонтерских лагерей мы убираем только те свалки, которые очень-очень отдалены. В лесу где-то там кто-то случайно, специально там выбросил, а вот вокруг дачных обществ их практически нет. А скажите, как экологическая составляющая, может быть, изменилась за последнее время? Да, 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 сейчас к этому вернемся, но вы это делаете, но должны это делать? Ну, в смысле, контролировать, да, то есть должны это делать были сами дачники, потому что это их, да, потому что юрлица и своя зона ответственности. Контроль должен был, конечно, осуществляться и администрацией района, и, собственно, тогда это еще был департамент природных ресурсов Новосибирской области, сейчас это министерство. Вот, то есть, конечно, там действительно было очень много и писем, но мы давным-давно поняли практически сразу, что нам проще идти в люди самим и просто по-человечески разговаривать, браться там. Ну, у нас же и параллельно шла работа вот со специалистами по изучению территории, по выявлению ценных каких-то участков. Вот, как Станислав сказал, в 2009 году, да, мы создали, ну, проинициировали создание особо охраняемой природной территории, она небольшая, 70 гектар. Но это победа. Тогда это не звучало победа, тогда было проще. Вот сейчас много-много лет подряд у нас есть еще три территории кластерные, ну, то есть, они расстелены территориально, ну, в рамках одного бассейна, который мы хотим тоже, которому придать статус особо охраняемой природной территории. То есть, это есть определенная процедура, естественно, она через власть идет, вот, и вот столько времени мы это не можем продвинуть. Вот, поэтому, вот, наверное, когда мы тут создадим, вот тут будет победа. Станислав, скажите, в вашем фильме, получается, проблема отображается на данный период времени, либо же это, скажем так, она рассматривается за все то время существования, которое оно есть? То есть, начиная с момента зарождения. Ну, дело в том, что фильм у меня полностью проблем в экологии-то не поднимает. У нас больше, скорее, это жизненная история, которая случилась с нами. Больше про Юлю. Да, Юлю и деятельность, которая была в этот период времени. Я делал картину два года где-то. Радио 54 Первое. Областное радио. Первое. Первое. Первое.